Друзья мои, когда на все это смотрю, я знаю, что Бог живой, его народ живой, а значит не все еще потеряно в этом мире. Собирается Израиль сюда. Вот есть человек, который сидит, учит, проповедует. Собирается сюда народ Израиля. Сейчас вообще должно быть очень много людей. Сидят люди по разным группам. И разные... Просто кто хочет, может преподавать Слово Божие. Вот, допустим, тоже одна группа. Вот он тоже учит, и люди... Просто он проповедует, и люди садятся рядом, и они слушают его. И таких групп, на самом деле, много здесь. Сейчас только все начинается. Сейчас только люди съезжаются. Он проповедует о царе Давиде. Он говорит, что царь Давид согрешил, но Господь был милостив к ним и простил его. На самом деле, очень много людей сейчас приезжают сюда, потому что наступили дни прощения. Вот эти 10 дней, 10 дней покаяния, в которых народ Израиля просто приходит сюда для того, чтобы искать лицо Божие. Вот еще одна группа. Вот сидит парень, просто проповедует. Он говорит, что я американец, вырос в Нью-Йорке, но я приехал сюда в эти дни. Посмотрите, здесь что-то особенное. Прямо поют. Прямо поют. Друзья мои, люди разных сословий, разных профессий. Очень интересный дядечка смеется, проповедует. В чем суть этого дня вообще? В чем суть этой заповеди? В эти дни не только есть раскаяние, а также нужно изучать Тору. Но вот этот парень мне понравился с Нью-Йорка. Молодой парень, лет 23, сидит, учит, посмотрите, каких взрослых людей. И люди подходят, слушают его в тишине, а он говорит, что есть три вещи, которые человек соединяется к Богу через Тору, через молитву и через шаббат. Он говорит о том, как важно. Вот мне нравится он, этот мальчик. Хороший мальчик, друзья мои, он просто сидит и проповедует. И люди собираются во кухню. Вот парень в рваных джинсах. И он слушает его. Вот взрослый человек, лет 55, тоже сидит и слушает его. Видно, как он наполнен просто. Человек наполнен человек. Энергия из него просто... Энергия просто из него бурлит. Вот еще одна группа. Смотрите на этих молодых ребят. Это совсем подростки, по 13, 14, 15 лет. Никто их не заставляет. Никто не стоит над их душой. Никто не говорит им, что делать. Молятся, читают писания, читают псалмы или молитвенники. Друзья мои, интересные вещи. Вот стоит врач. Медбрат. Парамедик, то есть. Здесь можно увидеть преемственность поколений. То есть здесь ты можешь увидеть людей, которые с прадедушка, дедушка молятся. Сейчас только все начинается. Только начинаются... Люди прибывают только. Читают специальные молитвенные книги на... Именно на праздник труп. Ну, вообще все книги молитвенные, они написаны по Тури, по псалмам. Вот. Что там, в общем-то... Слово Божие. Вот стоит офицер армии. Что-то ищет. Очень много людей, друзья мои. Все-таки первый час ночи. Но вы посмотрите, сколько людей, много. И уходят сюда. Понимаете, да? Как иногда тяжело вообще людей на молитву собрать. Молитвенные собрания часто в церквях мизерные, крошечные. Ну, посмотрите, этими людьми двигает многовековая уверенность, что Бог слышит их на этом месте. Интересно. Они говорят, арвит, арвит, это кто хочет собраться на вечернюю молитву. Вот он зовет на молитву, друзья. Кто эти люди? Он даже в самый первый раз видит в жизни. Просто позвал людей. Люди присоединяются. Никто не спрашивает, в что они верят. С какого они собрания. Где их богословие, какой их теология. Люди берут молитвенные слова. И обращаются к Господу. Очень просто. В простоте. Вот он уже учит. Наверное, не первый час. Не устает. Вот люди его сидят, слушают. Вот спонтанно прямо передо мной образовалась молитвенная группа. Просто на ровном месте. Люди просто молятся. Сидят просто солдаты. Это собрание будет 10 дней. Такое каждый день. Вот человек учит. Друзья мои, абсолютно спонтанные группы. Политно спонтанные проповедники. Просто люди. Люди проповедуют. Соединяются. Другие приходят, садятся, слушают. Тут уже полно людей, друзья мои. Люди прибывают и прибывают. Я думаю, уже через полчаса не будет вообще места здесь. Солдаты. Мне хочется с кем-то поговорить. С каким-нибудь рабом. Я вот нашел парня одного их коринляха. Эльясаф. Его зовут Эльясаф. Эльясаф, ты один час позже сказал, что это здесь, не правда? Да, мы здесь в Шеуру. Шеуру. Я думаю, что он минуту назад учил здесь. Он говорит, да, я делал урок. Да, я знаю, что это шеуру. Соперите, пожалуйста, что это было шеуру. Что ты сказал? Что это было? Я поделился с ними. Мы сегодня находимся в специальности. Что Дом Израиля, наверное, приходит сюда. Наши сердца открыты. Наша цель это продвинуться вперед. Наша цель продвинуться вперед и приблизиться к Ццу Небесному. Мы сняли, как бы, преславляем или... Или, как это сказать, представляем царство Бога. Это начинает. Кадаш Баху начинает, извиняя, и капара, о том, что мы сделали в месторе года. Мы приготовляемся специально для того, чтобы выйти в Йом Кипур, в Дни Покаяния. Эти дни для нас очень важны, потому что мы прославляем Бога в эти дни, и приближаемся к нему. И нужно знать, что когда мы приближаемся больше в эти дни, он хочет чувствовать нас, чтобы почувствовать биение в нашей среде. Если мы приближаемся к нему, то тогда он приходит и обнимает нас еще сильнее. Откройте двери, да, откройте двери, как игольное ухо, и тогда я открою вам огромные двери. Вот еще один парень приближается. И тогда у нас будет хороший год, и тогда мы приближаемся к нему Небесному царю, и будем прославлять его. Вот, друзья мои, сейчас, секунду, вот такой у нас был огненный, можно сказать, проповедник, который только что сказал, в чем суть, но вы уловили мысль, друзья мои. То есть нету как бы никакого законничества, как мы себе это представляем. То есть вся мысль человека приблизится к Богу, Бог обнимет нас, мы приблизимся к нему в эти дни, Он благословит нас. Вот, в принципе, все послание, которое этот молодой парень сказал. Друзья мои, люди прибывают сюда. Я вот хотел... Вот инвалиды приехали. Инвалиды приехали на колясках, и их пропускают прямо к стене. Видите, друзья мои, всю простоту этого момента. Вот немножко больные люди приходят целым паровозом. Они друг за друга прямо держатся. И вы слышите, кто-то дудит в рог. Здесь вот целая толпа из... Кто они, не знаю, с Браслова или кто они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Их раввин приехал, они окружили его. Вот еще один наш учитель. Макурепо, Манас. Браслова. 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 Брасс. Брасс. Через два дня у нас Новый год. Новый год. Это есть дин в шамане. Да. Есть на небесах у нас суд. Все люди в мире, евреи, евреи, все представители перед ворцом. Все продуждаются, хотят иметь прощение перед Богом. Таким образом, они приходят сюда, в кутер, и делают шлифов. Это называется шлифов. Они приходят сюда, чтобы просить прощение. Почему только они приходят сюда, а не в другом месте? Они говорят, что в любом синагоге страны сейчас проходят молитвы покаяния. Но здесь особенное место, потому что написано в Тории, что Святой Благословенный Бог пребывает на этом месте, на которое Он избрал, то есть храмовая гора. Мы чувствуем, и люди все чувствуют, обновление, которое Бог дает на этом месте для того, чтобы принять здесь освежение и обновление благословения от Господа. Мы спросили, если не евреи могут приходить, Он говорит, да, свободно. Каждый человек на земле может приходить сюда. Каждый может приходить сюда, молиться, говорить, благодарить Бога. Я из Иерусалима. Живу здесь. Туда, раба. Вот пришел человек спросить милостями. Вот пришел, говорит заповедь, спросить милостями. Такие же вещи, как были в храме, только представьте, сколько в эти дни приходило людей. Очень много людей уже приходит, уже нету места на самом деле. И продолжают приходить, продолжают приходить очень много людей, друзья. Фактически час ночи. Все равно очень много людей приходит. Вот сейчас начинаются молитвы покаяния. Вы слышите, как поднимаются голоса, как люди молятся Богу Израилеву. Разные сословия, разные люди, солдаты, бизнесмены, врачи. Можешь здесь увидеть всех. Иисус приходит сюда на Иллионскую гору. Только представьте это зрелище. Так что, друзья мои, когда я на все это смотрю, я знаю, что Бог живой. Его народ живой, а значит, не все еще потеряно в этом мире и не все еще забыто. Не забыл Бог народа своего, которого наперед знал. Пастор Орен, что ты думаешь про это? Я думаю, всему свое время и время всякой вещи под небом. Смотрите, люди любят Бога. Люди любят Бога. Это самое главное. А остальное все Бог им откроет. То, что надо в свое время. Это потрясающе, друзья. Где вы видели такое, что люди идут сами, их никто не зовет. Они идут сами, чтобы поклониться Богу и чтобы просить у Него прощения. Я скажу вам, что вера это такая вещь, которая работает. И Бог прощает их. И это определенный сезон от Бога, друзья. Определенное время. Это праздники Господни. Вот праздники мои, говорит Господь. В Левита 23 главе. Смотрите, это мы молимся о пробуждении, говорим пробуждение, друзья. Вот и есть пробуждение, друзья. Но когда им откроются глаза, представляете, что будет происходить. И возрыдают о нем, как о единородном написано. Сыни восплачут о нем. Я хочу вам сказать, что у нас искренний народ, друзья. И все, что... Ну, есть, конечно. В семье, как говорится, бывает не без... Не буду... Не без них, да. Есть в семье разные, но в основном народ искренний, любит Бога. Сюда идут все слои населения, друзья. Сюда идут все люди, и хорошие, и не очень, чтобы молиться Богу. И когда Бог откроет их глаза, будет что-то интересное на этой земле. Любим вас из Израиля, благословляем. Молитесь за Израиль, просите мир Иерусалиму. А мы молимся за всех вас. И мы сегодня остаемся здесь, чтобы помолиться. И мы будем молиться за всех вас. Любим вас и благословляем. Продолжение следует... Аминь.